Победитель всероссийского конкурса, лидер 21 века Павел Сафонов на встрече с главой администрации рассказал о том, как проходило творческое состязание. По его словам, для того, чтобы дойти до финала, нужно было пройти несколько ступеней, выиграть конкурс на муниципальном, республиканском и заочном всероссийском уровнях. Павел Сафонов достойно представил Республику Башкортостан. Его социальный проект удостоен второго места. Мы гордимся просто такими людьми, как вы, потому что это же Кумертау, вы же прославляете по большому счету Кумертау. Ограниченные физические возможности здоровья не помешали Павлу Сафонову стать лучшим в конкурсе социальных проектов. Более того, ему была вручена и специальная премия за волю к победе. Сопровождала его в поездке призер конкурса 2006 года Марина Сафонова. По словам заместителя главы администрации Натальи Лапшиной, это действительно люди активной жизненной позиции. Конечно, очень приятно и сразу такое чувство, вот раз я победил, да хочется, чтобы к этому стремились еще многие-многие другие. И наши ребята, нашего города, молодежь, потому что действительно это реально, потому что я вот из Кумертау выиграл такой конкурс всероссийский, когда тебе министр молодежной политики Белоконев вручает награду, и представитель республиканского, Кабардино-Балкарского, да, там министерство вручает наградку, конечно, это все приятно, к этому надо стремиться, когда тебе там зал аплодирует и так далее. Вот, ну это потом быстро проходит, и ты понимаешь, что это нужно именно для нашего города, для тех детей, которые вот идут за тобой. Работа по социальному проектированию будет продолжена. Это станет возможным благодаря центру, который планируется открыть в нашем городе. Этот вопрос обсуждался на встрече с главой администрации. Необходим тот центр, который и будет заниматься именно вот этой бумажной работой, да, составлением документации, необходимой для конкурса, поиском необходимых конкурсов. Но я думаю, что если этот будет центр, то действительно мы максимально сможем использовать возможность сегодня, данную нам и республикой, и страной, да, то есть притягивать те денежные средства, которые могли бы помочь нам какие-то мероприятия проводить дополнительные, может быть, открывать какие-то вот центры. В завершение встречи глава администрации Борис Беляев преподнес победителю конкурса памятный подарок. Айгуль Мухаммеджин, Денис Тихонов, Новости.